По просьбе зрителя канала в данном видео мы рассмотрим, какие специальные возможности есть в Linux Ubuntu 22.04. Скажу сразу, опыта использования специальных возможностей у меня не было, единственное чем я пользовался это экран и клавиатура. Поэтому не могу сказать, как хорошо это все работает и насколько удобно устроено в Ubuntu в сравнении с другими операционными системами. Если у вас есть опыт использования специальных возможностей в Ubuntu или в других дистрибутивах Linux, то прошелся написать свой опыт в комментариях. Итак, откроем параметры, раздел специальные возможности. Первый переключатель всегда показывает меню универсального доступа. Скрывает или показывает меню специальных возможностей. Иконка специальных возможностей отображается в трее. Постоянно при включении, при блокировке компьютера, а также при использовании. При нажатии на иконку специальных возможностей открывается меню с выбором специальных возможностей, которые можно включить и отключить. Первая специальная возможность это высокая контрастность. Делает систему контрастной. При этом иконки приложений становятся черно-белыми. Следующая специальная возможность это крупный текст. Немного увеличивать текущий текст в системе. Следующая возможность это разрешить анимацию. Соответственно, включают и отключают анимацию. Следующая возможность это сделать. Следующий это размер курсора. Можно выбрать средний размер. Увеличенный, большой и огромный. Следующая настройка это масштабирование. Позволяет увеличивать размер окна. Также можно менять положение увеличителя. Курсор увеличителя находится по центру. Курсор увеличения перемещается по области увеличения. Курсор увеличителя перемещается с содержимым. Также можно выбрать часть экрана. Которым отображается увеличение. Это на весь экран. В верхней половине экрана. В нижней половине. В левый и в правый. Максимальная кратность увеличения это 20. А при нажатии на плюс и минус. Кратность уменьшается на 0.25 единиц. Следующий это перекрестие. Здесь можно настроить перекрывает курсор мыши перекрестие или нет. Изменить толщину перекрестия. Длину. Короткая. 1 четвертый экран, 1 вторая экрана. 3 четвертых экрана и на весь экран. Также изменить цвет перекрестия. Также доступны цветовые эффекты. Такие как белый на черном. В таком случае все активные окна становятся черными. А текст белым. Также можно менять яркость, контрастность и цвет. Монохромного. То есть отсутствие цвета до полного спектра. Следующая специальная возможность это чтение с экрана. Читает отображенный текст при перемещении фокуса. Фокус меняется при помощи клавиатуры. Чтение с экрана включено. Экранный диктор диалог приложения для чтения с экрана читает отображенный текст при перемещении фокуса. Чтение с экрана кнопка EFIS переключатель нажата. Параметры рамка. Зройный список с 7 элементами. Чтение с экрана включено. Не выбрано. Масштабирование выключено. Не выбрано. Размер курсора полмарчания. Не выбрано. Масштабирование выключено. Не выбрано. Чтение с экрана включено. Не выбрано. Окно. Домашняя папка рамка. Панель прокрутки. Миню кнопка EFIS переключатель нажата. Просмотр содержимого панеля. Виде зачков нол элементов. Снап папка. Софт папка. Виде папка. Документы папка. Параметры рамка. Зрендий список с всеми элементами. Штендий с экрана включено. Не выбрано. Редэкранный диктор диалог приложения для штендия с экрана читает отображенный текст при перемещении фокуса. Штендий с экрана кнопка EFIS переключатель нажата. Штендий с экрана выключен. Следующее это озвучивание клавиш. Подает сигнал при нажатии клавиш нам лок или капс лок. Например я сейчас переключаю нам лок и капс лок. Следующая специальная возможность это визуальное уведомление. При каждом звуковом уведомлении мигает экран. Также можно выбрать чтоб мигало только окно или мигал весь экран. Следующая это экранная клавиатура. Отображает экранную клавиатуру при вводе текста в тех местах где нужно ввести текст. Автоповтор клавиш. При нажатии и удержании какой-либо из клавиш она будет повторяться. Также можно регулировать задержку и скорость. Например удержим клавишу точку или клавишу бэкспейс. Следующая это мигание курсора. Включает или отключает мигание курсора в текстовых полях ввода. Также можно поменять скорость мигания. Сделать ее быстрее или медленнее. Следующая это помощник ввода. Включает в себя несколько специальных возможностей. Первая настройка это управляется клавиатурой. К сожалению я так не разобрался что эта настройка делает. Если вы знаете напишите в комментариях. Также для управления специальными возможностями есть горячие клавиши. Для того чтобы их настроить перейдем во вкладку клавиатуры. Просмотр и изменение комбинаций клавиш. Специальные возможности. Здесь можно включить или выключить увеличение. Комбинация клавиш Alt Super 8 или Alt Windows 8. Включить или выключить чтение с экрана. Alt Windows S. Чтение с экрана включено. Специальные возможности диалог. Список с 86 элементами. Включить или выключить высокую контрастность. Не выбрано. Чтение с экрана выключено. И другие настройки. Вернемся к помощнику ввода. Следующая настройка это залипающие клавиши. Залипающие клавиши. Например, нажмем клавишу Shift и она залипает. И нажмем клавишу F. И у нас получилась заглавная буква F. То же самое работает с Alt. Нажмем Alt Tab. И то же самое работает с Ctrl. Выделим весь текст при помощи Ctrl A. Также можно включить и отключить подачу сигнала при нажатии вновь с клавиш. Настройка отключать, если две клавиши нажаты вместе, я тоже не разобрался, что она делает. Следующая это медленные клавиши. Вставлять задержку между нажатием клавиши и его обработкой. То есть при нажатии клавиши ее нужно будет держать какое-то время для того, чтобы она напечаталась. Также можно включить звуковой сигнал при нажатии, отпускании и игнорировании клавиш. А также изменить скорость задержки принятия. Следующая это отскакивающие клавиши. Игнорирует быстрое нажатие клавиш. Например, если быстро нажимать какой-то из клавиш, то она не будет нажата. Также можно поменять задержку принятия и подавать звуковой сигнал, когда клавиша игнорируется. Например, несколько раз попробуем нажать на клавиши P. И как мы видим, специальная возможность не дает нам это. Следующая специальная возможность это клавиши мыши. Позволяет управлять курсором мыши при помощи цифровой панели, которая находится справа на клавиатуре. Соответственно, при помощи цифр 2, 4, 8, 6 можно двигать курсор вниз, влево, вверх и вправо. При помощи клавиш 7, 9 по диагонали. А для имитации нажатия левой кнопкой мыши используется цифра 5 или символ плюс. Следующая настройка это обнаружить курсор. Что она делает, я также не разобрался. Следующая это помощник нажатия. Первая настройка это симуляция вторичного нажатия. Если нажать и держать левую кнопку мыши, то применится правая кнопка мыши. При этом отображается визуальный индикатор. Эта настройка не работает с клавишами мыши. Следующая это нажатие при наведении. Если навести курсор на какое-то место и не двигать его, то происходит имитация нажатия левой кнопки мыши. Эта настройка работает с клавишами мыши, в отличие от предыдущей. Ну и последняя специальная возможность это задержка двойного нажатия. Регулирует скорость двойного клика мыши. На этом обзор специальных возможностей завершен. До встречи в следующих видео.